Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Достучаться до небес. Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизни идет на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из больницы. Их преследуют наемные убийцы. Они становятся грабителями по неволе. За ними гонится полиция. Они попадают в бордель. Но тем не менее продолжают мчаться вперед. Навстречу своей судьбе. Семь жизней. Инженер Бен отправляется в необычные путешествия, в искупление фатального поступка в своей жизни. В ходе своей поездки он встречает семерых незнакомцев, включая смертельно больную Эмили, которая называет себя девушкой с подбитыми крыльями. Бен неожиданно влюбляется в нее, что сильно усложняет его первоначальный план. Сможет ли он разгадать послание судьбы? Лэндон Картер – кумир своей школы. Он независим, красив и жесток к изгоям. И, конечно, он не замечает невзрачную Джейми, думающую только об учебе. После очередной дурацкой выходки Картера заставляют заниматься состоющими и играть в школьном спектакле. Тут уж ему не обойтись без помощи скромной отличницы. Джейми соглашается помочь Лэндону, но только если он пообещает, что не будет влюбляться в нее. Самонадеянный парень охотно дает клятву, но вскоре он убедился, что сдержать ее будет очень непросто. Сейчас самое время. Тесси 17, и она хочет жить нормальной жизнью. Она мечтает о тех же вещах, что и все подростки. Но что делать, если времени осталось мало? Тесса принимает решение прожить все, что отмерено, так, чтобы ни одна минута не пропадала зря. Девушка составляет список того, что обязательно нужно успеть. Потерять невинность, попробовать наркотики, прыгнуть с парашютом, по-настоящему полюбить. Она шаг за шагом воплощает свои намерения. Но внезапно вспыхнувшее чувство к соседскому парню Адаму меняет все ее планы. Хорошие дети не плачут. Шестиклассница Аки – настоящая хулиганка. Она любит футбол, дерется с мальчишками и ничего не боится. Ничего, кроме любви. Однако, когда ей ставят диагноз лейкемия, именно любовь дает ей силы бороться с болезнью и принять неизбежное. Кит. 2008 года. В класс к 17-летней Натали приходит новый ученик Кит Зеттерстром. Поначалу ничего, кроме раздражения, молодой человек в Натали не вызывает. К тому же, он становится ее партнером по лабораторным работам. Постепенно девушка влюбляется, и Кит отвечает ей взаимностью. Но начавшимся отношениям может помешать темная тайна, которую скрывает Кит. Жизнь прекрасна. Молодой преуспевающий журналист, Адам, готовится выпустить сенсационную статью о вулканах в Европе. Он не курит, не пьет, ведет здоровый образ жизни, не водит машину, потому что это опасно. Кроме того, у нашего героя есть все для счастья. Прекрасный дом, любимая девушка, хорошая работа. Но вот беда. Наполеоновским планам помешали неожиданные боли в спине. После визита к врачу, Адам узнает страшную правду. У него рак спинного мозга, с редкой мутацией хромосом, не поддающийся лечению. Что делать? Как жить дальше? Как не сойти с ума? Можно ли выйти победителем в битве с медленной смертью? Операция Калибри Как заработать миллионы на бирже? Можно долго учиться на трейдера, а можно протянуть кабель через всю страну и получать котировки раньше остальных. Антон и Винсент решают провернуть аферу века, но на их пути встает Эва Торрес, роковая женщина и беспринципный злой гений. Уметь молодым 1991 года Хилари Анил бросает ее приятель, и она решает кардинально изменить свою жизнь. Хилари устраивается сиделкой, гениальному, но умирающему от лейкемии человеку. Постепенно взаимная симпатия перерастает в пламенную страсть, но эта любовь обречена, ибо неизлечимая болезнь набирает силу. Смерть супергероя Дональд Кларк – обыкновенный тинейджер. Он любит компьютерные игры, громкую музыку и комиксы. И еще Дональд уверен, что не доживет до совершеннолетия. То есть у него осталось совсем немного времени, чтобы успеть попробовать на вкус массу важных вещей. Напиться с друзьями, выкурить косяк, лишиться девственности и поближе познакомиться с самим собой. В фантазиях Дональд видит себя бессмертным супергероем, который противостоит отвратительному суперзлодею с большим шприцом, а роковая любовь супергероя поет на сцене ночного клуба. Дональд excelsu Не сдавайся! Индок, переживший клиническую смерть и потерявший в автокатастрофе родителей, знакомится на похоронах с Аннабель, и вскоре между молодыми людьми завязываются романтические отношения. Позднее оказывается, что Аннабель смертельно больна. Юноша решает помочь любимой подготовиться к неизбежному. Потомки. Главный герой – богатый гавайский землевладелец. Он вместе с двумя дочерями предпринимает попытку найти любовника жены, искренне веря, что таким образом спасет семейный очаг. Левша 2015 года. У боксера Билли Хоупа все было прекрасно. Звание чемпиона – красавица-жена и любимая дочка. Но фортуна отворачивается от него. При трагических обстоятельствах погибает любимая жена. Дисквалификация на ринге – нулевые доходы. Суд лишает его родительских прав. Хоуп должен отстоять звание чемпиона и вернуть дочь. Есть ли у Хоупа шансы на победу? Все решит его знаменитый Хук Левой. Виноваты звезды 2014 года. Хейзл больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Угастусом Уолтерсом и моментально влюбляется в него. Угастус и Хейзл отправляются в полное страсти жизни путешествия, которые лишний раз покажут им, что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...